итак вот моя катушка трансформатор теслы сделал я его на транзисторе кт 805 пробовал 837 но поднимается потребляемый ток а кпд не поднимается поэтому вернулся опять вариант кт 805 так вот прибор он измеряет ток в пределах 1 ампера вот у него здесь шум стоит настроен по цифровому откалиброван по цифровому мультиметру на максимальное отклонение в 1 ампер и так как сделана сама катушка вот это возбуждающая катушка она имеет количество 5 витков их можно даже сосчитать под ней находится катушка 60 витков так называемое это начало высоковольтной катушки далее идет отступление и идет дополнительная катушка высоковольтная сейчас я покажу так вот отступление пошло вот соединение этой катушки с нижней далее пошла высоковольтная катушка и заканчивается она у меня просто проводочка и так возвращаемся назад в чем здесь весь интерес этой катушки вот под этой катушкой намотана 60 витков обмотка она намотана в одну сторону верхняя катушка намотана в другую сторону то есть они намотаны в разном направлении из-за этого происходит очень хорошая согласовка возбуждающей части и высоковольтной катушки итак сейчас я включу мы посмотрим сколько мы потреблять холостом ходу ну при условии что полная шкала этого прибора 1 ампер потребляемый ток у нас примерно получается 550 миллиампер итак смотрим что происходит с проводком на конце катушки вот видно как искра идет даже сейчас попробую нет лучше пробовать не буду надо брать отвертку по рукам очень сильно бьет так для начала я сейчас вам покажу вот так будет обмоточку намотанную на картонном каркасе так вот она у меня и лампочка лампочка сейчас здесь висит четырех ваттная 12 вольт 4 вата катушки я намотал бифилярны одна противоположной другой и срединые вот они здесь видны между собой и к ним лампочка и так одеваю ну свечение явно идет не от 12 вольт а значительно превышение 12 вольт где-то вольт 20-22 идет на лампочку потому что лампочка в таком режиме долго горит не будет она очень ярко слишком ярко горит практически в два раза ярче чем должна гореть и давайте посмотрим теперь на потребляемый ток в этот момент можно найти какое-то положение определенное что ток можно даже упасть так называемая согласовка происходит а теперь я попробую зажечь лампочку 21 ватт 12 вольт и так вот она эта лампочка и вот она обмотка это не бифиляр это обычная обмотка у меня просто провода не было еще одного искать не захотелось поэтому намотал так обычным методом и так одеваю так лампа у меня горит не в полный накал конечно но и потребляемый ток смотрите какой и он даже может упасть если правильно откалибровать тут еще вот что зависит еще если я вот касаюсь массы ай бьет сразу если я касаюсь массы то происходит дополнительная согласовка данный момент вот я сейчас показываю вот в другом месте стояло по-другому были провода лампа горела очень ярко сейчас я по всему горит сейчас я не могу этого сделать потому что перенес всю эту катушку в другое место вот смысл таков что по-любому в пол накала лампа горит так как в ней сопротивление при не полностью нагретой нити еще меньше чем в момент когда она нагрета примерно потребляемый ток если лампа горит в пол накала 1 ампер а мы получили по прибору пол ампера потребляемого тока трансформатором и вот этим качером и вот делайте выводы что можно из этого сделать это конечно только наброски но в дальнейшем я думаю можно будет придумать что сделать вот с этим искры с этими чтобы они не искрили они как бы нам не нужны то есть надо добиться так чтобы вся энергия оставалась в катушке и отдавалась вот на такую обмотку искра настолько мощная что даже бумага может загораться от нее а вот видя не буду я здесь пожар устраивать на этом считаю эксперимент можно закончить